Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня собираюсь приготовить, впрочем, не буду ничего рассказывать, просто покажу. Итак, понадобится оливковое масло, кусок семги, мед, сливочное масло, орегано, кукуруза, у нас такая вот вареная продается уже апельсин, лимон, зира, из зелени мята, спаржа, кинза, немного чеснока и бекон вареный копченый. А вот теперь поставьте на паузу и напишите под роликом, чтобы вы приготовили из такого набора продуктов. А в конце и посмотрим, насколько вы оказались близки моему варианту. А у меня обновка. Смотрите, что Самура прислала. Чеснок нарубить, мяту нарубить, кинзу тоже нарубить, зиру растереть в ступке, орегано в чашку. Цедру с апельсина срезать, так, чтобы белая часть не попала. Сок сюда же. Сок лимона также. Мед. Чуть-чуть соли. Оливковое масло. И перемешать как следует. И вот этим маринадом смазываю семгу. Старательно смазываю. И оставляю мариноваться на полчаса, накрыв пленкой, понятно. В холодильнике мариную. У меня перерыв. За время перерыва я разогрел духовку. Кукурузу смазываю оливковым маслом. Теперь бекон сюда. Лимонный сок. Успаржи надо отломить в жесткие части, в основании. И обмотать в бекон. И в духовку. Надо, чтобы кукуруза прогрелся, бекон зазолотился. Температура 180-200. Нагрев верхний и нижний, если есть. В сковороду сливочное масло. И оливковое сюда же. Оливковое сегодня. Экстра-верджин. Ну, или верхний экстра на испанский манер. Разогрелась. Ароматы я вам доложу. Рыбу сюда. Шкуркой вниз. И теперь очень быстро обжариваю, не переворачивая. Рыба нежная. Если вертеть, развалится. Поэтому просто поливаю горячим маслом сверху. Все. Снимаю с огня. Очень важно. Не пережарьте. Гарнир готов. Для такого простого рецепта даже основные этапы писать не надо. Верно? Какая красота. Ну, и ночное, понятно, с рыбы. О, какой косманчик. Сочный. Нежный. Ароматный. Очень легкий аромат чеснока. Очень легкий аромат цитрусовых. Вообще, на... Вот уже практически угадай-ка. Мята чувствуется и зира. Кинза почти не чувствуется. Семга, в принципе, тает во рту. При таком способе приготовления, приготовление, когда ее не пережариваешь, она, ну, как кусочек масла, наверное, всплывается. Вот эти легкие ароматы, обалденные совершенно, цитрусовых, это просто сказка. Можно, наверное, чуть побольше подержать, если вы там уже чем-то там заняты, да, в маринаде. Но, по моим таким ощущениям, предположениям, наверное, не больше часа в любом случае. Потому что кислота приготовит эту рыбу уже. И вам не получится ее поджарить, чтобы получить вот эту вот корочку на основании, на шкурке. Просто класс. Так, ну, теперь кукуруза с бекончиком. И с лимонным соком. Это вкусно. Это необычное сочетание. Для меня, по крайней мере. Сколько готовить невареную предварительно кукурузу, я даже не знаю. Потому что у меня родители с югов. То есть, папа родился в Хадыжинске. Мы каждый лет туда приезжали. И у бабушки, так был собственный домик, в огороде росла кукуруза. И вот эту кукурузу, по моим воспоминаниям, мы варили долго. Не меньше двух, а то и трех часов, чтобы стало мягкой. Я неоднократно слышал, что есть какие-то сорта, которые варятся очень быстро. И запекаются тоже очень быстро. Буквально там на 15-20 минут. И я такой не встречал. Поэтому вот я для себя выбрал этот вариант с кукурузой, которая уже продается вареной в упаковке. И вот достаточно просто прогреть, и все. Мне это нравится. А вот задавать вопросы мне по поводу того, что делать с невареной кукурузой, не стоит. Все равно не отвечу. Так, ну и последний наш кусманчик – это спаржа. Спаржа в беконе. Так, о, какой кусок. Мне нравится спаржа. Я не могу сказать, что я от нее без ума, но когда хочется не какого-то там такого нажористого гарнира, там ни картошки, ни риса, ни макарон, а что-то более легкого, такого воздушного спаржа решает, на мой взгляд. У нее легкая горчинка. Она такая слегка похрумтывает. Ну, короче, это не передать словами. Если вы еще не пробовали, вдруг попробуйте. Это интересно. Солить ее, на мой вкус, не надо. Если ее не обжаривать, не запекать в духовке, то можно отварить в подсоленной воде совсем быстро. Буквально там 2-3 минуты и хватит. Ну и, конечно, должно быть свежее, не завядшее. На этом, позвольте завершить сегодняшний выпуск. Еще раз загляните в то, что вы написали, что вы приготовили, сравните с моим вариантом и скажите, какой бы вам понравился больше. Напоминаю, по промокоду Фреско вы можете получить вот такую классную штуку. Это серия High Carbon Movi, сталь АОС-8. Как всегда, прекрасная заточка и отличное просто исполнение. Мне вообще нравится эта серия, Самур, просто супер. Промокод Фреско, хорошие скидки. Спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok